Здравствуйте, мои дорогие и любимые раки! Добро пожаловать на мой YouTube-канал! Сегодня мы с вами будем делать вторую расклад на 12 домов гороскопа на 2022 год. У меня сегодня для вас две новые колоды. Я буду вытаскивать по две карты с каждой колоды. Итак, давайте ознакомимся с колодами. Покажу сейчас вам колоды. Вот такая у нас сказочная колода, называется она «Золотое колесо». И вторая колода на сегодня у нас – это «Таро заклинание». Вот такая вот коробочка. Итак, приступаем. Дам немножко краткую расшифровку на первый дом гороскопа. Итак, прежде чем вытащим карты. Первый дом гороскопа. За что же он отвечает? Первый дом гороскопа – это наша личность, это наш характер, это наши манеры, темперамент, как мы выглядим, наш внешний вид, как мы общаемся с другими, как воспринимает нас окружающий, как мы воспринимаем себя. Итак, тасуем карты и будем вытаскивать две карты на ваш первый дом, дорогие раки. Королева. Королева. Королева Пентаклей. Королева Пентаклей здесь вы, знаете, в хорошем финансовом положении, здесь вы будете при деньгах, здесь вы, когда распоряжаетесь своими финансами, знаете, вы знаете, как их распределять, вы ответственный человек в поводе своих финансов, вы знаете, как брать контроли, и вы не транжиры, вы не будете их раскошеливать своими деньгами по пустякам, вы будете знать, куда их тратить, и вы здесь предпочитаете, знаете, быть в комфорте, в изобилии, в стабильности, чтобы была стабильная финансовая ситуация. Здесь еще, знаете, как, здесь для вас важно чувство безопасности. Очень важно, чтобы был свой финансовый доход, чтобы была недвижимость, чтобы было что-то, чтобы вы твердо стояли на ногах. Для вас это очень важно. Может быть, вы будете концентрироваться по первому дому гороскопу, как создать это для себя. Если у вас этого нет сейчас, может быть, тогда вы будете концентрироваться на то, чтобы это для себя создать. Создать вот этот уют, вот это чувство безопасности, обрести недвижимость, и если она для вас важна, и как чувство безопасности, то, может быть, вы будете концентрироваться по этому вопросу, по первому дому гороскопа. Как, может быть, научиться себя вести так, или вы начнете себя вести так, где вы будете брать ответственность на себя, чтобы создать это в комфорт себе. Здесь у нас двойка мечей. Двойка мечей, вы знаете, это может быть переживание, расстройство, может быть, нужно сделать выбор, но вы к этому выбору не готовы. Еще, может быть, есть какой-то страх здесь, но здесь вы, знаете, вы здесь свободны. Вы можете сделать этот выбор, вы можете принять это решение, но просто на данный момент, может быть, есть какой-то страх, есть какое-то переживание, может быть, вы волнуетесь, может быть, вы думаете, что у вас не получится, или, может быть, вы не готовы принять это решение и сделать этот шаг. Потому что что-то вас внутри останавливает. Потому что на данный момент ситуация может и не устраивать вас, в которой вы сейчас находитесь. Но вы предпочитаете находиться в этой ситуации, потому что вы не готовы выйти с этой ситуации. Потому что что-то вас останавливает внутри. Или у вас есть какие-то страхи, какие-то переживания. И даже эмоционально и мысленно вы к этому не готовы. Вы не готовы принять это решение. Следующая карта у нас. Следующая карта у нас карта башни. Карта башни что-то будет рушиться. Что-то будет рушиться, что-то будет меняться. Будут какие-то перемены. Может быть быть какой-то кризис. Может быть какая-то конфликтная ситуация. Может быть изменение планов. Может быть у вас был какой-то определенный четкий план. Вы выработали. И произошла какая-то ситуация. И ваш план рухнул. И вам придется менять ситуацию. И вам придется строить этот план заново. По карте башни. Здесь видите какие-то перемены. Это еще знаете карта башни. Еще может быть конфликтная какая-то ситуация. Но еще может давать... Может быть кто-то... У кого-то может произойти увольнение с работы. Уход с работы. Может быть это тоже может быть как перемена. Как знаете у кого-то была может быть какая-то стабильная ситуация. И вдруг эта стабильная ситуация изменилась. Потому что возникли какие-то перемены. Вот. Сейчас будем смотреть дальше. Что-то пойдет не так. Может пойти что-то не так. Вот. Или может быть тогда здесь вы... Сейчас вот еще карту и договорю. Так. Здесь может быть еще у вас страхи есть. Может быть вы боитесь или переживаете по поводу вот этих перемен. Которые произошли или произойдут. Будете тогда переживать. Или будут возникнуть какие-то страхи. Или возникнет какая-то паника. Вот. Или на самом деле будет какая-то конфликтная ситуация. Ссора может быть. А здесь у нас туз-чаш. Туз-чаш знаете это эмоции. Это может быть какой-то творческий порыв. Туз-чаш это может быть еще и карта беременности. Туз-чаш это может быть какой-то начальный этап беременности. Может быть кто-то только забеременел. То тогда нужно будет быть осторожным. Знаете. Потому что здесь выпала башня. И нужно быть немножко осторожным. Чтобы не было этой потери и потери беременности. Может быть для кого-то это вообще не символизирует. Но у кого-то может быть такая ситуация. Поэтому если вы узнаете, что вы забеременели и будете на начальной стадии беременности. То вам тогда нужно будет быть очень осторожным. Чтобы знаете не потерять ребенка. И здесь еще потузу. Или может быть у кого-то это может быть знаете какие-то изменения. Может быть вы творческий человек. Или у вас вы хотели начинать что-то новое. И это связано может быть с творчеством. Но планы поменяются. Планы могут просто поменяться. И вы можете будете перерабатывать этот план. И заново что-то решать. Это может быть проиграться и так. Смотрим дальше, мои дорогие. Будем разбирать второй дом гороскопа. Второй дом гороскопа это наши возможности. Это деньги. Наши заработанные деньги. Это наша зарплата. Это наш источник дохода. Это наши возможности по второму дому. Это как мы зарабатываем деньги, собираем деньги, тратим деньги. На что мы тратим. Это все идет по второму дому. Это наше благосостояние. Это наше благосостояние. Так, здесь опять у нас вышла карта башни, здесь опять какое-то разрушение, здесь опять какое-то разрушение планов, здесь опять какое-то изменение, что-то опять может быть будет меняться в вашем финансовом положении. И, потому что у вас была уже карта башни по первому дому гороскопа, где будут какие-то изменения в той сфере гороскопа и по финансовому, по второму дому гороскопа у вас тоже вышла башня, поэтому будут какие-то изменения, что-то будет меняться, что-то не будет идти по плану. Я сейчас вытащу еще одну карту. Да, здесь у нас семерка Пентакли, семерка Пентакли это финансовая карта, дорогие мои, здесь может быть вы инвестировали деньги куда-то или планировали инвестировать деньги куда-то, чтобы эти деньги, знаете, дал вам какой-то финансовый рост. Вот, и может быть здесь будут какие-то перемены, что-то поменяется, что-то пойдет не так. И если даже, может быть, вы только планируете инвестировать эти деньги, то тогда будьте осторожны, потому что будьте осторожны так, чтобы вы сначала продумаете, куда вы будете вкладывать эти деньги, потому что вы должны быть осторожны, чтобы вы не потеряли эти деньги, судя по карте башни, знаете. Чтобы не было так, чтобы вы инвестировали куда-то деньги, вложили для того, чтобы это придало вам какой-то финансовый рост, а окажется наоборот, что вы можете их потерять. Так что обдумывайте все тщательно, куда вы будете тратить или вкладывать ваши деньги, ваши финансы. Не делайте ничего эмоционально, все тщательно обдумывайте, идите к специалистам и требуйте совет, если вы будете инвестировать эти деньги, то тогда лучше брать какой-то совет, знаете, чтобы вам кто-то помог в этой области. А чем вкладывать и потом, знаете, просто их потерять. Или они не принесут такого результата, или может быть деньги прогорят, в зависимости, куда вы их будете вкладывать. Сейчас будем вытаскивать еще две карты с этой колоды, посмотрим, что эта колода для нас скажет. Здесь у нас карта колесница. Колесница это старшие арканы, это, знаете, если посмотрите на колесницу, это движение, движение вперед. Но здесь еще по колеснице, это как будто, знаете, вы летите, а не двигаетесь. Это хорошая карта. И здесь еще лотос, это удача. И, знаете, по-моему, в непалской религии лотос, это их символ, знаете, вот, поэтому это удача. Вот, но здесь колесница, если вы приняли решение, что нужно двигаться, нужно двигаться вперед, нужно действовать, нужно принимать это решение и идти вперед, а не нужно останавливаться. Но здесь, по сути, по карте вы будете лететь вперед, а не идти и не двигаться. Еще это, знаете, колесница, может быть, это дорога, может быть, вы поездите куда-то, может быть, это переезд, может быть, вы переедете куда-то. Так, здесь у нас четверка, четверка мечей. Четверка мечей может обозначать как карта ожидания. Может быть, здесь вы ожидаете этого переезда, этого движения, чтобы действовать вперед. Это может быть так, как это сейчас, вы на данный момент, это будет небольшой период ожидания. И вы как бы останавливаетесь, чтобы обдумывать что-то, потому что мечи, это символизирует наши мысли, наши идеи, коммуникация. Поэтому, может быть, вы остановитесь для того, чтобы обдумывать что-то и подумать, как действовать дальше. Или это четверка мечей для кого-то может быть, знаете, как период отдыха. Может быть, вам нужно взять тайм-аут. Может быть, вам нужно на самом деле отдохнуть, передохнуть. Может быть, у вас нет энергии. Может быть, немножко плохое здоровье. Может быть, знаете, может быть, нужно пойти обследоваться или обратиться к врачу, провериться. Или просто, вы знаете, вы устали, и у вас нет просто энергии, и вам нужно просто выспаться. Это может быть еще и так произойти у кого-то. Не у всех, конечно, но у кого-то. У кого как. В зависимости от ситуации каждого человека. Итак, мы двигаемся дальше, мои дорогие. Мы будем разбирать с вами третий дом гороскопа. Третий дом гороскопа, он отвечает за нашу коммуникацию, наши навыки коммуникации. И он еще также отвечает за транспорт, за движение, за ресурсы транспорта. Это еще, знаете, по третьему дому, это идет еще сестры-братья идут по третьему дому. Это как мы общаемся, ежедневные общения. Это тоже третий дом. Близкие, знакомые, родные. Это тоже третий дом. А, кстати, третий дом могут еще давать какие-то начальные навыки. Это может быть как среднее образование, например. Или какое-то начинание изучения чего-то. Но это очень на таком начальном этапе, знаете. Вот. Может быть, какие-то курсы, сертификаты. Или дипломы. И могут быть какие-то давать какие-то поездки тоже по третьему дому. Но это такие, знаете, короткие дистанции. Так, здесь у нас оберховная шрица. Верховная шрица здесь, как будто здесь, знаете, какая-то скрытость. Нет какой-то ясности. Может быть, здесь нет, знаете, здесь как будто кто-то что-то недоговаривает. Нет ясности. Может еще, знаете, как это быть. Верховная шрица, это еще связано с эзотерикой. Поскольку мы разбираем ваш третий дом гороскопа. И он символизирует коммуникацию, навык коммуникации. Может быть, кто-то из вас станет, я не знаю, заниматься эзотерикой. Или станет торологом. И вы начнете коммуницировать для того, чтобы зарабатывать. И может быть, вы станете верховной шрицей. Может быть, это вы. Или, может быть, вы на самом деле уже занимаетесь торой. Или занимаетесь какой-то эзотерикой и практикой. Или занимаетесь чем-то, связанным с эмоциями людей. Это может быть так. Или сейчас давайте вытащим одну карту, чтобы мы трактовали по теме. Здесь у нас девятка. Девятка жезлов. Знаете, это девятка жезлов. Это как будто вы будете защищать себя, защищать свои права, защищать свою территорию. Может быть, вы будете отстаивать что-то свое. Своё мнение, свои мысли, свои идеи. Может быть, здесь как пересечение чего-то. Может быть, будет какая-то ситуация, где вам нужно будет что-то преодолеть, что-то перейти, пройти. И это будет сложно, но это получится. Может быть, у кого-то, на самом деле, если посмотрим вот здесь на эти жезлы, они как будто выглядят, да, как будто вот как забор или как пересечение чего-то, да. Может быть, была какая-то ситуация, и вы как будто пересечёте это, вы пройдёте через это. Вот. Это может быть и так. Или это, знаете, как защищаете своё мнение или отстаиваете что-то своё. Тогда, может быть, верховная жрица здесь, вы можете даже будете обращаться к кому-то по какому-то поводу. Может быть, вам нужно будет обратиться к кому-то, кто вам может помочь преодолеть какую-то ситуацию или дать какой-то определённый совет, чтобы выйти с этой ситуации. Или это, на самом деле, вы здесь, верховная жрица, и тогда вы будете делать и предпринимать какие-то меры, чтобы отстаивать что-то своё или отстаивать свою точку зрения на что-то. Итак, давайте будем смотреть дальше. Восьмёрка. Здесь у нас восьмёрка чаш. Восьмёрка чаш – это, знаете, как будто уход. Уход из какой-то ситуации. Это может быть уход даже из отношений. Это может быть уход из любой ситуации. Например, у вас вроде всё стабильно, всё нормально, всё вроде идёт по плану, но чего-то не хватает, что-то вас уже больше не устраивает, чего-то вы уже переросли. Вы переросли что-то, и для этого вам нужно сделать этот шаг, двигаться дальше или идти куда-то, или действовать. Знаете, может быть, вы поэтому уйдёте, переедете. Может быть, вы, я не знаю, если вы живёте в деревне, может, вы переедете в город. Может быть, вы живёте в одной столице и переедете куда-то в другое место жить. И, знаете, это будет лучшее. Это как уход или переезд в лучшее для новых возможностей каких-то, чтобы создать это для себя. Может быть, вы сейчас себя чувствуете уже, как, знаете, как будто пропал какой-то интерес для чего-то, и вы это переросли, и уже хотите, как бы, знаете, вдохновить себя. А для того, чтобы это сделать, вы решите как будто отправиться в путь, чтобы, знаете, достичь этого или получить это удовлетворение и, да, достичь вот этого, взять вот эту полную чашу, и чтобы у вас вроде здесь выстроены все чаши, да, но одна чаша как упала, да, но всё равно здесь нужно взять ещё одну полную чашу, чтобы было девять чаш, да, как исполнение желания. И, может быть, вы отправитесь за своей мечтой, отправитесь за тем, что вы хотели раньше делать очень долгое время, и как бы останавливали себя, а сейчас вы решитесь на этом. Здесь у нас, здесь у нас, знаете, суд. Здесь у нас, может быть, будет какая-то трансформация, может быть, будет, будете, может быть, кризис среднего возраста, может быть, вы осознаете что-то, может быть, вы поймёте ценность, может быть, вы пройдёте через какой-то этап своей жизни, где вы поймете, знаете, вы поймете смысл, вы начнете ценить. Например, предоставлю пример, например, может быть, кто-то из вас сильно очень заболел, и они были на грани смерти и жизни, и этот человек как бы разбудило это, да, и он начал ценить свое время, он начал ценить свою жизнь, и он начал, знаете, любить жизнь и начал действовать. Это может быть и так, или это может быть как трансформация жизненная, или пробуждение какое-то, или может быть какая-то новость, знаете, которая вас просто разбудит, вот, или расшатает. Или может быть вы уйдете для этого, откуда-то, с какой-то ситуацией, или уйдете от чего-то, и у вас получится эта жизненная трансформация. Итак, смотрим дальше, сейчас подвину все карты. Так, смотрим дальше, будем обсуждать четвертый дом гороскопа. Четвертый дом гороскопа, он отвечает за наше происхождение. Это наши корни, наша фамилия, родительский дом, наша семья, недвижимость, место жительства, где мы живем, наша родина тоже идет по четвертому дому гороскопа. Так, здесь у нас карта умеренность. Умеренность – это, знаете, сбалансировать ситуацию, это, знаете, как не торопиться, всему свое время, придет то, что нужно, произойдет то нужное время, не нужно торопить ситуацию. Но здесь еще нужно взять контроль своих эмоций. Если вы возьмете и сможете контролировать свои эмоции по умеренности, то тогда это будет удачно, это предоставит вам успех, да, в какой-то ситуации. Поэтому здесь именно нужно взять вот этот контроль, знаете, и быть именно умеренно, сбалансировано все. И не нужно торопить, и тогда все получится. Не торопитесь ситуацию раньше времени, не нужно торопиться. Всему свое время. Итак, здесь у нас двойка чаш. Двойка чаш – это, знаете, может быть любовные отношения, это, может быть, супружеские отношения, это, может быть, если вы уже состоите в браке, это, может быть, знаете, как возобновление, это будут, да, такие гармонические, романтические отношения, может быть, кто-то, если не состоит в браке, это, может быть, свидание, может быть, вы встретите свою вторую половинку, может быть, вы съедетесь с ней вместе, начнете вместе жить. Вот, ну тогда такие отношения, знаете, очень спокойные, гармоничные, умеренные, да, уравновешенные, и это вот такая вот гармония тогда. Здесь это влюбленность, это, знаете, это радость, вдохновление. Это может быть давать карта брака, кстати сказать, потому что мы же обсуждаем ваш четвертый дом гороскопа, и мы говорим про семью тоже. Помните, я вам говорила, что четвертый дом отвечает за семью. Может быть это дать карту брака, и у вас будет своя семья, и вы начнете, и вы создадите свою семью. Ой, что я мечтаю, эти карты. Давайте возьмем эту колоду. Сейчас вытащим две карты с этой колоды, посмотрим. Так, здесь у нас рыцарь, рыцарь мечей. Здесь, знаете, был какой-то план, есть какая-то ясность, все, все составили, точно знаете, куда идете, есть цель. Логично все обдумали. И все, двигайтесь вперед, и действуйте здесь. Здесь может быть какая-то поездка, что-то, может быть, быстро нужно будет сделать. Может быть, какая-то коммуникация, может быть, какое-то известие придет очень быстро. Вот, по рыцарю мечей. Может быть, вы куда-то поедете, вам придется съездить куда-то. Или, может быть, к вам кто-то приедет тоже. Может быть, гостить кто-то к вам приедет. Ой, карта влюбленная. Посмотрите, повторяется, в смысле того, что повторяется, повторяется тема. Да, потому что здесь была двойка чаш, а здесь карта влюбленной. Может быть, на самом деле это давать брак. Может быть, это будет бракосочетание. Может быть, и смотрите, это как радостный брак, потому что здесь радуга. Здесь как исполнение. Может быть, это будет как венчание, я не знаю, или еще что-то. Или какой-то союз вы оформите здесь. Или, может быть, если тема брака не ваша, то, может быть, это какой-то деловой союз будет, и он будет такой, знаете, удачный. И вы будете ладить со своим партнером. Вот, может быть, и так, если кого-то не интересует тема отношений. Так, двигаемся дальше. Рассматриваем пятый дом гороскопа. Пятый дом гороскопа – это наша точка влечения. Это наше хобби. Это то, чем мы увлекаемся. Это, может быть, игры, азарт. Это, может быть, знаете, как путешествие. Может быть, куда-то съездить. Это еще, может быть, любовь. Это, может быть, любовный роман какой-то тоже идти по пятому дому. Творчество тоже идет по пятому дому. Как я говорила, куда-то съездить как отдых. Это тоже идет. Здесь у нас карта смерть. Карта смерть здесь, может быть, какая-то трансформация. Что-то, может, поменяется. Но поменяться, может быть, в лучшую сторону. Может, что-то старое, что вы делали, умрет и начнет расти что-то новое. Новые возможности, может быть, появятся по этой сфере гороскопа у вас. Может быть, я не знаю, там у вас появится новый творческий талант. Может быть, у вас появится новый роман. Может быть, знаете, одну дверь вы закрыли, и вторую вы открыли. Новые возможности появились. И, как говорится, я не знаю, может быть, у кого-то закончились одни отношения, и у них вдруг начались другие. Здесь у нас шестерка чаш. Шестерка чаш, это, знаете, когда, может быть, как возвращение с прошлого. Может быть, вы вернетесь к прошлому, или к вам кто-то вернется с прошлого. Может быть, у вас будет такой момент, порыв, где у вас будут какие-то воспоминания о прошлом. Вам будет что-то напоминать о прошлом, и это даст вам какую-то эмоциональную реакцию, где вам будет хорошо на душе, радостно вспомнить эти моменты. Детство, может быть, или моменты те, которые, где вы выросли, или где вы родились, или, знаете, родительский дом, например, или как вы проводили время с бабушкой, например. Вот, это какие-то, это может быть какая-то ностальгия, вот, если посмотрите на эту карту. Вот здесь вроде нарисована, как бабушка с внучкой, да. Может быть, вы просто, будет какое-то воспоминание, может быть, вы будете смотреть какое-то видео, или посмотрите какое-то кино, и вас, вот, именно, знаете, вам это напомнит, вам напомнит это прошлое. Или вы просто будете смотреть фотографии, и будут прекрасные воспоминания, прекрасные чувства о прошлом. Или вы поедете в какое-то место, где вам напомнят ваше детство и прошлое. Здесь у нас паж, паж жезлов. Может быть новое начинание, может быть какая-то новость, может быть вы загоритесь какой-то идеей, может быть у вас появится какая-то возможность, вы захотите что-то делать, что-то начинать, вы загорели с чем-то, вас интересует, например, какая-то тема заинтересовала и хотите вы познавать ее дальше и развивать. Но это, знаете, такая, знаете, позитивная карта, энергичная, это когда очень активно действовать вы будете, это так. Или это может быть, знаете, дети, потому что пятый дом, он еще отвечает за наших детей, как я говорила. И здесь, может быть, это ваш ребенок тогда. И может быть вы будете, знаете, решать какие-то вопросы, связанные с вашим ребенком. Или может быть вы услышите или получите какую-то новость от кого-то. И здесь у нас восьмерка, восьмерка Пентакли. Здесь это, знаете, какие-то финансовые возможности, может быть здесь вы как специалист в своей области. Или может быть вам придется что-то познавать, изучать или действовать, или чему-то новому учиться, где вы не очень опытные в сфере этой. Чтобы, знаете, ваш капитал рос, или ваш доход увеличился, или вы стали зарабатывать больше. Вот. Или наоборот, здесь, знаете, вы получите какую-то информацию, какую-то новость. У вас будет какая-то возможность, чтобы увеличить ваш этот доход. Да, чтобы, или вы постоянно обдумываете, думаете, придумываете какие-то идеи для того, чтобы увеличить ваш капитал. Потому что вы, может быть, специалист какой-то определенной своей области. Может быть, вы мастер чего-то, и вы знаете свое дело очень четко. И, может быть, вы постоянно думаете, как, знаете, я не знаю, там, продать свой продукт кому-то. И вы постоянно обдумываете, как создать рекламу. Вот. Может это быть и так. Или на самом деле вы просто будете заниматься своим ребенком. И, может быть, это будет связано что-то с финансами оплачивать. Или не сказала бы, наверное, оплачивать. Но что-то, может быть, нужно будет сделать для ребенка. Чуть-чуть, может быть, потратиться. Не знаю. Так. Переходим к следующему дому гороскопа. Это у нас шестой дом. Шестой дом – это наша рутина. Это, знаете, и наша служебная ответственность. Это наша работа. Это как мы решаем наши проблемы. Тоже идут по шестому дому. И это еще наше здоровье. Здоровье тоже относится к шестому дому гороскопа. Кстати, домашние животные, они относятся тоже, идут по шестому дому. Император. Император здесь, знаете, здесь вы четко знаете, чего вы хотите. Есть ясность, есть план. Вы действуете, вы не сидите. Вы ведете себя как лидер. Вы берете контроль в свои руки. Вы лидируете. Может быть, у вас работа связана, знаете, где вы выступаете в роли лидера. И, может быть, вы менеджер или начальник. Или, знаете, и вы берете контроль. И здесь лидируете. И за вами идут. И вас слушают. И вы даете какие-то указания другим. И, может быть, вы делаете, что вы делаете, что вы делаете. И, может быть, какие-то новые финансовые возможности будут. Может быть, какие-то новости по финансам будут. Или, может быть, вы будете что-то новое начинать. И это будет приносить вам начальный какой-то этап финансового дохода. Это может быть так. Может быть, вы решите заняться чем-то своим. И это будет новое начинание. Но это будет давать вам какой-то финансовый доход. Или вы будете оплачивать что-то. Или это может быть связано с вашим ребенком. Или, может быть, вы будете что-то оплачивать для своего ребенка. Опять у вас повторяется карта. Здесь это шестерка чаш. Помните, у вас уже была шестерка чаш. Это опять будет какое-то воспоминание о прошлом. Какой-то момент ностальгии. Может быть, это будет какой-то семейный момент. Где вы, может быть, всей семьей поедете куда-то. И проведете такое время. И вам будет хорошо. И этот момент вам напомнит что-то о прошлом. Или кто-то из прошлого к вам приедет. Или вы вернетесь кому-то из прошлого. Может быть, вы вернетесь обратно на свою старую работу. Здесь у нас четверка пентаклей. Четверка пентаклей. Здесь, знаете, как стабильные финансовые возможности, стабильный доход. Все стабильно, все под контролем. Вроде есть какие-то деньги. И здесь у вас, может быть, вы откладывали какие-то деньги, вы собирали. Но здесь вы держите за свой капитал, держите за свои деньги. Может быть, вы их откладываете для того, чтобы инвестировать. Или, может быть, вы их откладываете на черный день. Но здесь стабильная финансовая ситуация. Итак, седьмой дом гороскопа. Седьмой дом гороскопа, он отвечает за брак, за развод, за союз, за венчание, за какие-то юридические брачные договоры, за юридические дела. Конкуренция тоже идет по седьмому дому гороскопа нашей. Враги идут по седьмому дому. Враги, которых мы знаем, открытые враги, идут по седьмому дому. Императрица. Императрица, знаете, вы чувствуете себя как императрица. Может быть, вы находитесь на данный момент, или будете находиться и жить в изобилии, когда у вас будет все, все будет, все на все хватает, все есть. Знаете, и вы будете вот так жить в такой роскоши, в такой изобилии, где, когда у вас будут и финансовые возможности, и, может быть, эмоционально вы будете на очень хорошем уровне, и, может быть, и недвижимость, и все то, что вы хотите. И, может быть, если вы состоите в браке, то тогда и брак у вас будет такой, знаете, и союз будет такой очень с любовью, с эмоциями, вдохновляющий брак, если вы в браке. Или состоите в отношениях. Может, ваш партнер, знаете, за вами так хорошо смотрит, и вы можете создать, может вам создать это изобилие, или вы для себя создаете это изобилие. Следующий у нас это рыцарь жезлов, рыцарь мечей. Здесь рыцарь мечей, здесь опять повторяется карта, у нас уже была эта карта в раскладе. Здесь, знаете, может быть, какая-то поездка, какая-то новость, может быть, нужно что-то принять, обдумать опять. Может быть, кто-то приедет, или вы куда-то поедете. Или, может быть, будете принимать какие-то решения, или что-то обдумать, или строить какие-то планы. Или вводите ясность в чем-то. Но здесь, как будто, знаете, быстро все что-то нужно сделать. Как будто приняли решение, и быстро что-то нужно сделать. Здесь еще, знаете, карта императрица, это еще карта материнства, знаете, забота материнства, может быть, вы заботитесь о ком-то, или вы заботитесь о своем партнере, о чем-то, знаете, чувствительно, сострадательно. Ну, это такие гармоничные отношения, если вы состоите в браке. Так. Карта императрица, посмотрите, повторяется. Да? Супер. То же самое. Очень гармонично, сбалансировано, все прекрасно. В достатке, в уюте, в изобилии, в роскоши. Можете позволить себе все. Даже прекрасно выглядите. И здесь у нас отшельник. Отшельник, знаете, это, может быть, вы будете высвечивать какие-то возможности, может быть, будете анализировать что-то, может быть, вам придется проанализировать что-то, да, и что-то высветится, и вы отправитесь в путь, и вы, может быть, поедете куда-то. Это, может быть, проявится и так. Но здесь, да, здесь четко все будете досконально осматривать, анализировать, высвечивать, что-то высветится, знаете, по отшельнику может что-то высветиться. Может даже высветиться какая-то новая возможность, потому что здесь у нас ключики, да. Может быть, какая-то новая возможность для вас высветится. Так, смотрим дальше. Восьмой дом. Восьмой дом – это у нас материальные ценности, это у нас чужие деньги, это может быть кредит, это может быть алименты, это может быть стипендия, это может быть какие-то государственная какая-то помощь, это может быть санитриальные какие-то дела, это может быть завещание, это может быть наследство тоже идти по восьмому дому гороскопа. И восьмой дом – это еще тоже интимные отношения могут идти по восьмому дому. Дьявол. Дьявол, может быть, на самом деле у вас, вы будете брать какой-то кредит, потому что это тоже может быть как госструктура, может быть, кто-то работает в банке, или может быть, вы работаете в банке, или вы, может быть, будете обращаться кому-то, знаете, по каким-то финансовым вопросам, может быть, вы будете просить кредит. Здесь, как будто, знаете, это человек, даже если вы будете брать кредит, это, естественно, человек, который контролирует эту сумму, он решает. И следующая у нас карта – это у нас туз, туз мечей. Здесь это, знаете, план, что какая-то ясность, внести ясную ситуацию. Здесь какое-то, может быть, оформление документов, может, на самом деле кто-то из вас захочет оформить кредит, может быть, вы будете брать суду какую-то, или оформлять какой-то кредит, или, может быть, на самом деле вы будете получать наследство или завещание какое-то, и вы будете оформлять какие-то документы по этому вопросу. Может быть, новости какие-то будут, может быть, вам нужно, знаете, составить план какой-то. Это еще коммуникация, потому что мечи символизируют коммуникацию нашей мысли. Может быть, что-то нужно будет обдумывать тщательно. Здесь самое главное, знаете, иметь четкий план для того, чтобы получилось у вас. И тузы всегда ускоряют соседнюю карту, поэтому это может произойти и достаточно быстро. Здесь у нас тройка мечей. Тройка мечей – это какой-то удар, какое-то разочарование. Это, может быть, даже вы переживаете. Может быть, вы переживаете по поводу, знаете, если вы хотите взять этот кредит, может быть, вы переживаете, получится ли у вас или нет. Может быть, вы переживаете и думаете, дадут ли вам или нет. Или, может быть, это еще, знаете, тройка мечей. Может быть, еще какая-то новость. Может быть, вы получите какую-то неприятную новость, и это вас расстроит очень, и вы воспринимите это как удар. Здесь у вас Королева Пентакли. Королева Пентакли вроде стабильная, здесь может быть деньги, может быть это просто тогда тройка переживаний, или может быть это будет наоборот удар или переживание из-за денег, или какая-то новость связанная по поводу финансов. Но в основном Королева Пентакли это, знаете, когда есть финансовая возможность, когда получается, когда вы при деньгах, и когда, знаете, вы берете ответственность, финансовую ответственность на себя. Я думаю, что может быть это просто тройка мечей, может быть это просто переживание, может быть это страх, может быть то, что вы боитесь, или вы, может быть, боитесь получить плохую новость. Или на самом деле у кого-то может быть плохая новость, связанная с деньгами. Так, смотрим дальше. Дальше следующий дом у нас, это у нас 9 дом. 9 дом, он связанный, знаете, с интеллектуальной жизнью нашей, это может быть религия, вера, путешествия, все то, что связано с заграницей, все, что связано с иностранным. Это еще высшее образование идет по 9 дому гороскопа. Может быть какие-то, знаете, философские убеждения тоже идти по 9 дому. Это еще, знаете, как и наше мировоззрение, 9 дом. Публикация, кстати, тоже по 9 дому. Здесь у нас десятка, десятка пентаклей. Десятка пентаклей, судя по всему, с финансами у вас все будет в порядке. Финансы будут. Если вопрос в финансах, то финансы будут. И будет та сумма, которая вам нужна. Здесь у нас пентаклей, здесь у нас туз пентаклей. Посмотрите, финансы у вас точно будут. У вас будет какая-то удачная финансовая полоса. У вас будут какие-то новые финансовые возможности. У вас будет какой-то финансовый рост. Может быть вы начнете что-то. Может быть на самом деле это будет как бы суда для того, чтобы для новых начинаний. Может быть это деньги или кредит для вложения чего-то. И это начнет вам приносить какой-то доход. Вот. Здесь с финансовыми супер. Это как исполнение желания. Посмотрите, у вас и десятка пентаклей, и туз пентаклей. С финансовыми будет успешно все. Вам повезет в финансах. В чем-то повезет, и это даст хороший рост финансовый. Это может быть еще дать, знаете, недвижимость. Может быть получится с недвижимостью что-то. Может быть вы приобретете недвижимость. Может быть купите недвижимость. Здесь у нас восьмерка. Восьмерка мечей. Восьмерка мечей это, знаете, наши убеждения, наши страхи, наши ограничения. Может быть какие-то ограничения есть, и эти ограничения не зависят от вас. Или может быть это на самом деле ваши страхи, ваши убеждения, ваши мысли. Может быть вы переживаетесь, боитесь, что у вас не получится. Может быть вы переживаетесь за финансы, что не получится, что вы не получите. Здесь у нас тройка. Здесь у нас тройка жезлов. Тройка жезлов, знаете, уже есть план. Все, вы готовы. Вы готовы действовать. Вы готовы идти вперед. Вот вы загорелись, вы идете, вы действуете, вы не сидите. Вас ничто не может удержать. Вы уже приняли решение, и вы действуете. Может быть просто вы приняли решение, и вы хотите действовать, но у вас есть страх, что как будто может быть это не получится. Но конечно получится. Посмотрите на результат. Двигайтесь, делайте, не переживайтесь, не бойтесь. Уберите эти страхи, потому что они просто могут быть ваши негативные мысли или какие-то ваши убеждения. У каждого из нас есть, да, немножко какой-то страх, но не нужно зацикливаться на нем. Не нужно, чтобы, знаете, страх вас останавливал. Или чтобы вы передумывали, потому что вы можете передумывать. Поэтому вы приняли решение, у вас есть план, вы двигаетесь, вы хотите, у вас есть желание. Так не останавливайтесь, потому что это принесет вам успешный результат. И результат в финансовой сфере того, с чего вы хотите, судя по раскладу. Итак, двигаемся дальше, мои дорогие. Смотрим наш десятый дом. Десятый дом – это наши цели. Десятый дом – это профессиональный и социальный успех наш. Это может быть карьерный рост, это карьерное продвижение, карьерные амбиции. Это может быть наш социальный какой-то статус. Это репутация, это награды, это достижения какие-то. Карма тоже идет по десятому дому. Это наши целеустремления, устремления в жизни. Как я говорила, может карьерные амбиции быть. Здесь у нас, знаете, пятерка мечей. Пятерка мечей здесь может быть какой-то кризис, какие-то перемены. Прошу прощения. Может быть, какая-то конфликтная какая-то ситуация. Может быть, изменения в работе. Может быть, как уход или увольнение с работы. Или, может быть, здесь какая-то ссора и конфликт, и это приведет к увольнению или к уходу. Или вы будете здесь бороться за что-то, да. И здесь вы даже, может быть, и выиграете победителем, выйдете победителем. Но вы потратите очень много энергии на это. Здесь, да, вот смотрите, это восьмерка, восьмерка чаш. Может, произойдет какой-то конфликт, какая-то ссора, что-то пойдет не так, какое-то изменение, какой-то кризис. И вы примете решение, и вы уйдете, да. Вы уйдете, но вы уйдете, вы оставляете все за своей спиной, вы уходите. И вы можете уйти к лучшему, да. Вы, может быть, пойдете к новым возможностям. Хоть, может быть, на тот момент вы почувствуете немножко переживание и страх, и скажете, ой, а как дальше, да, и что будет дальше. Но вы найдете, у вас откроются новые возможности, у вас получится, у вас появится какая-то новая возможность, откроется новая дверь, да. Потому что вы ушли, вы оставили все здесь в прошлом, и вы уходите. Здесь уже, знаете, когда вы уже переросли, когда вас уже что-то не устраивает, уже какая-то ситуация, или где вы находитесь, это не устраивает вас. Может быть, и будет какая-то стычка, может быть, будет какой-то конфликт, который принудит, приведет вас, и вы, как бы, знаете, скажете, так, все, заканчиваем с этим, потому что я уже устала, или я уже устал, и все, двигаемся дальше. Может быть, это даже переезд, да, может быть, этот конфликт подтолкнет, сделает вам, вы, вас подтолкнет, и вы сделаете этот шаг, и, может быть, вы переедете. Может быть, вы переедете в другой город, или, может быть, даже в другую страну захотите переехать, или в другой район, или, может быть, переедете в другой район, где получше, и будут другие возможности. Здесь у нас девятка жезлов. Девятка жезлов – это, знаете, защищаете свою территорию, защищаете свое мнение, стоите на своем, защищаете свое, я не знаю, свое мнение, свои идеи, свою территорию. Здесь, как будто, знаете, не подходите, да, вы стоите в позиции защиты, вы стоите в позе такой защиты. Может быть, и вам придется защищаться, отбиваться даже от чего-то, или от кого-то, или стоять на своем мнении, да. Но здесь, знаете, бесстрашие, здесь нет страха. Здесь, даже если вам и придется отстаивать свое мнение, стоять на своем, на своей точке зрения, или защищать свою территорию, здесь нет страха, здесь, да, может быть, немножко сложновато, да, будет что-то, какие-то препятствия, но здесь нет страши, вы отстоите. Следующая карта у нас Королева Жезлов. Королева Жезлов, опять-таки же, здесь нет страха, здесь опять огненная стихия, да, повторяется, как и здесь, огненная стихия. Может быть, вы защищали свое мнение, здесь очень такая позитивная, да, амбициозная, оптимистичная, действует, стоит на своем, лидирует, не зависит ни от кого, не боится, принимает решения, знает четко, целеустремленно, знаете, чего хотите, знаете, как добиваться своей цели. Даже, может быть, вам придется отбиваться от чего-то и стоять на своем, вы здесь встанете, вы сможете, вы осилите все, вы выйдете победителем. И главное здесь по Королеве Жезлов, даже вам, если придется с чего-то начинать, если даже вы сделали этот шаг, и вы уйдете к чему-то, уйдете от чего-то, то здесь нет страха, знаете, вы сможете, вы сможете начать или вы сможете адаптироваться в любой ситуации, вы сможете выйти с любой ситуации и начать, знаете, процесс снова. Вы загоритесь опять с чем-то, и у вас пойдет процесс. Так, продвину карты. Так, начинаем разбирать одиннадцатый дом гороскопа. Одиннадцатый дом гороскопа – это друзья, отвечают за друзей, за единомышленников, за наши надежды, за наши мечты. И это отвечает еще, как мы осуществляем наши надежды. Благотворительность тоже идет по одиннадцатому дому гороскопа. Какие-то благотворительные деятельности. У нас опять здесь туз. У вас очень много тузов в раскладе, дорогие мои. Здесь у меня, у нас туз жезлов. Туз жезлов, знаете, принимать какие-то решения, действовать, двигаться. Здесь новые какие-то возможности появятся у вас. И самое главное здесь, если появятся новые возможности, не бояться и, знаете, действовать. Иначе вы можете упустить эту возможность просто. Действовать вовремя. Здесь у нас, посмотрите, рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов. Все, принимаю решение, действую, двигаюсь. Все, не останавливаюсь вперед, только вперед. Но здесь будет поддержка, знаете. Здесь вы, может быть, даже куда-то поедете. Здесь, может быть, не знаю, с кем-то, может быть, поедете. Но здесь движение, да. Здесь вы чем-то загорелись, появилась идея. Есть, ну, эта возможность осуществить. И у вас это получится. Вы можете заняться осуществлением какой-то новой идеи. У вас будут какие-то новые возможности. И вы, может быть, поедете куда-то. Или у вас будет очень такой активный, знаете, будет очень много активности в 11-м доме гороскопа. Может быть, много движений. Может быть, что-то активное вы будете делать. Действовать, двигаться, ездить для этого. Я не знаю, конечно, с чем связаны будут ваши новые возможности. Но, может быть, это приведет к тому, что вам постоянно нужно быть в движении, в дороге. Или активно что-то усердно делать. Да. Так, здесь у нас есть. Король Пентакли. Король Пентакли, знаете, это когда вы хотите чувствовать себя комфортно. Вы хотите жить в роскоши. Вы хотите иметь какой-то определенный капитал. Иметь какие-то деньги. Вы здесь берете ответственность за свои финансы. Вы создаете себе чувство безопасности. Чтобы у вас был вот этот уют. Чтобы у вас всегда были деньги на черный день. Вы очень практичны со своими деньгами. У вас всегда есть какие-то сбережения. Вы откладываете на какие-то ситуации. Знаете, если вы казните мне какая-то ситуация, у вас всегда есть деньги. Здесь еще, знаете, вы не любите менять. Вы любите все как бы, знаете, по старинке. Вы не любите менять ситуацию. Вы любите, знаете, не любите выходить из зоны комфорта. Если вас устраивает на данный момент ситуация, вы предпочитаете находиться в этой ситуации. Вы не хотите что-то новое начинать или менять что-то. Вас, если на данный момент ситуация устраивает, то вам это комфортно. Вы не предпочитаете. Вы не человек, который предпочитет выйти из зоны комфорта. Может, даже любите вкусно поесть тоже. Здесь у нас семерка жезлов. Семерка жезлов это тоже, знаете, может быть, отстаивать какие-то свои права или свою точку зрения. Может быть, вы будете защищать свою территорию. Может быть, вы будете на самом деле строить забор. Или, может быть, вы будете устраивать, я не знаю, камеры восстанавливать в доме или сигнализацию. Какую-то защиту, да, защиту для себя. Или здесь, да, будет, может быть, какая-то конкуренция или еще что-то. Но здесь вы четко будете знать. Вы здесь, знаете, выйдете. Вы отобьетесь. Вы сможете отбиться. Потому что, посмотрите на жезл. Здесь уже этот жезл дает ростки. Он уже дает какие-то плоды. Так. Разбираем дальше. Следующий у нас дом. Это у нас 12-й дом гороскопа. И он отвечает за наше одиночество, изоляцию. Может быть, знаете, клиники, больницы, ретриты, санатории. Тоже идут по 12-му дому гороскопа. Может быть, знаете, ограничения какие-то. Идти тоже по 12-му дому. Ограничения свободы. Тюремные заключения. Когда я говорю ограничения свободы. Это может быть, знаете, как принудительные. А также, может быть, вы сами решили, знаете, айзолировать себя от людей. И хотите побыть в одиночестве. 12-й дом – это еще дом тайн, дом прошлого. Это еще какие-то тайные отношения могут быть. Это еще, может быть, какие-то враги, которых вы не знаете. Тайные враги тоже идут. Эзотерика и миграция тоже идут по 12-му дому. Самопознание и самокопание. Здесь у нас карта влюбленные. Карта влюбленные. Вот, посмотрите. У вас уже была карта влюбленная. Да, в раскладе? Вот, а здесь, может быть, судя по этой карте, может быть, вам нужно будет сделать какой-то выбор, да. Здесь как будто парень, он еще не знает, кого выбрать из этих девушек. Или это может быть, знаете, не обязательно связанное с отношениями. Это может быть какое-то деловое партнерство, и парень не может выбрать. Или это, может быть, вы не можете выбрать одну. Между одним и другим. Вот. Или, может быть, кто-то из прошлого вернется, объявится вдруг, с кем вы раньше были в отношениях. Потому что, помните, я говорила, 12-й дом отвечает за прошлое. Там, может быть, кто-то из прошлых, с кем вы раньше состояли в отношениях, вдруг объявится. Четверка. Четверка Пентакли. Опять у вас повторяется карта. У вас уже была четверка Пентакли. Здесь, знаете, как стабильная финансовая ситуация. Все нормально. Есть какая-то определенная сумма. Вы держите за свои финансы. Видите, у вас здесь целый сундук. И вы, может быть, даже копите эти деньги, но чтобы вложить это куда-то потом. Вы просто распределяете, знаете, ведете ответственность за финансы, и распределяете соответственно своими, управляете финансами соответственно. Потому что здесь еще, знаете, по четверке Пентакли, это еще чувство или страх бедности. Вы не хотите быть бедным. И у вас все время мышление, что нужно откладывать, нужно копить, нужно иметь деньги, нужно иметь какой-то определенный капитал. ой, что я мешаю эту колоту. Карта сила. Карта сила. Все осилите, любые препятствия, что бы ни было, в какой бы вы ситуации ни были, что бы ни произошло, вы все осилите, вы победите. Вы приструните этого льва, вы приструните любого человека, и вы, знаете, выйдете с любой ситуацией победителем. У вас будут для этого силы, у вас будут для этого возможности, вы сможете. И по карте сила, это тоже очень такая успешная, это восьмерка. Восьмерка символизирует, связанная с финансами, да. И это может быть очень успешно, финансовое положение тоже очень хорошее быть. За что бы вы ни взялись. Знаете, еще я бы прочла так, по возлюбленным, здесь может быть какое-то заключение, какой-то может быть договор между двумя, может быть вы будете договариваться с кем-то. Вы сможете договориться, у вас получится. Будет как бы в вашу сторону. И здесь десятка пентаклей. Десятка пентаклей. Исполнение желаний на финансах супер. Любые финансовые вопросы, любое что-то финансовое, вы осилите. У вас будет. Видите, у вас десятка вышло. Это исполнение желания. И в финансах у вас будет все прекрасно. И знаете, может быть, даже вы вкладывали, работали, инвестировали, копили. И может быть, вы вложите эти деньги куда-то. И может быть, у вас будет вот именно кто-то захотел приобрести, например, недвижимость. И будет в конце и недвижимость. И вы будете вот так наслаждаться с семьей вместе. и быть с семьей. И, как говорится, здесь уже дали ростки, дали вам плоды. И вы будете наслаждаться своими результатами этих плодов. Вот такой у нас с вами получился расклад, дорогие мои рахи, на 12 домов вашего гороскопа. Надеюсь, что информация была для вас полезна. Надеюсь, что это вам поможет. Большое вам спасибо за вашу поддержку, за то, что вы смотрите мои видео. Ваша поддержка для меня очень важна. Итак, дорогие мои, хочу вас поздравить с наступающим, с наступающим Новым Годом. Желаю вам счастья, желаю вам здоровья, желаю вам любви, успеха, изобилия, исполнения желания. Желаю вам от всей души всего того, чего вы задумали. И чтобы 2022 год принес вам только успех, удачу, улыбки, радости, счастья. Чтобы у вас, если даже у кого-то из вас была какая-то черная полоса в 2021 году, чтобы эта полоса наконец закончилась, и чтобы вы вышли на другой уровень, и чтобы 2022 год для вас принес только успех, и только удачу. Если вам полезно было это видео, если вам нравятся мои видео, если вам понравился этот расклад, конечно, я буду вам очень благодарна, если вы подпишетесь на мой YouTube канал и на мою страничку в Instagram. Ссылочку я выставлю под этим видео. Будем прощаться. До скорых встреч. Увидимся в 2022 году. Успехов вам. И до скорых встреч. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok